всем привет у нас и холодно такое обманное солнце чтобы не думали что я просто так жалуюсь вот наш прогноз погоды на ближайшие 10 дней и вот такая вот ерунда у нас все время нет ночи у нас были потеплее и я уже вынесла и цимбидиум и анцепсы и засадила горшочные цветы я сейчас покажу вам где они сейчас все находятся но вот яблоня цветет бесподобно как жаль что это только раз два года но я ее просто обожаю жаловалась я на нее что она не пахнет она сама опыляющаяся но нет она все-таки немного пахнут нужно втыкнуться в нее носом много будет яблок в этом году обожаю весну вот именно зовут цветение плодовых деревьев но как вы знаете у меня еще есть сакура которая совсем не плодоносит но также бесподобно цветет сняла я небольшой кусочек показываю вам она после стрижки в этом году и мне кажется она так красиво еще никогда не цвела именно вот такие вот пучками эти соцветия она очень очень красивая я вам каждый год показываю свою сакуру и вистерию но вистерия еще пока что не цветет а сейчас вот мы пришли к пустым полкам где мои растения я вам сейчас покажу прямое солнце конечно 35 а вот ночью у нас было два градуса и шесть десятых но обещали вообще один на машинах на стеклах лед но два это уже неплохо можно сказать идемте посмотрим что у нас в теплице а что у нас тут происходит а тут беженцы все с улицы все что засаживала за все время за всю весну у нас было два дня 18 градусов это была самая большая жара ночи все-таки были потеплее уже так было 56 поэтому уже и были мои некоторые орхидеи на улице и вот эти горшочные цветы а теперь мне нужно их как-то определять потому что хоть температура низкая но солнце сильная и мне надо повесить мои притемнители потому что как минимум хоя уже очень сильно пострадала она уже совсем красная хотя на самом деле у нее такие очень темные листья тоже собирается цвести она у меня такая более капризная наверху пересыхает наверное часто поэтому иногда соцветия свои сбрасывает так что сейчас работы есть поубираю вот надеюсь каким-то образом и может что-то мы тут увидим интересного да до сих пор мазды валя моя цветет сколько уже красавица один цветочек по моему упал знаете вот по углам я их как-то рассредоточила и как-то поместились мы по крайней мере есть проход можно пройти дальше посмотреть орхидеям и повесила я заслон от солнца солнце сильная ну как полезла наверх и заметил что опять мои висячие горшки пересохли фаленопсис и пересохли и давать думать как поливать думаю так опять я видео не сниму а что у меня здесь есть интересного ну всегда что то есть например зацвела моя орха тарелочка в виде вот такого бутончика правда правду говоря то еще здесь есть вот с этой стороны 2 но это самая слабо цветущая орхидея нет неправда я хотела сказать в этой тарелочке еще бульбофил у меня ни разу нет сил знаете за него я начинаю беспокоиться поскольку мог настолько интенсивно растет что я боюсь что он забьет его да ну и интересно наблюдать я уже и забыла название этой орхидеи макселярия коксинея да или сахранитис я все время их путаю так что тут еще у нас интересного распускается такая вот маздевалия саркохиллус природной вот цветет настоящие коксинея сахранитис и распускается еще одна коксинея вот такая вот распустился второй бутон у этого замечательного пофеопедиума какой красавчик цветет долго очень красивый очень советую смотрите какой красавец два бутона у моей целлогины специозы тоже красивая девочка у меня был момент несколько дней когда у меня цвели все целлогины от все которые у меня есть а их у меня кажется 5 штук и все они цвели очень долго я ждала именно лавресиану сейчас я вам ее покажу смотрите какая губа какие изгибы а вот я уже срезала цветы потому что целлогина крестата обе крестаты уже были на улице и под дождем совсем подпортились цветы он одна вот здесь вот сейчас 2 я отрезала чтобы бактерии всякие в теплицу не заходили так что я вам показывал а целлогины посмотрите какие клювики какие клювики у нас тут растут и в третий цветонос какая чудная губа какие рюши какой вулкан бесподобная и в профиль и в анфас ой а какие у нее на губе иголочки но больше всего мне нравится вот эта юбочка вот эти рюшики вообще не подходящий к такому цветку придающие сразу такую нежность очень интересная я еще пока что не знаю люблю я ее или нет вот когда зацвела мурена хотя я очень нейтрально отношусь к белым цветам потому что кажется что белые фаленопсисы уже настолько заполонили наше пространство что зачем еще и иметь другие цветы в таких же оттенках но это конечно любовь тут тоже губа изумительная но запах запах фантастический так что мурена цветет нети да старается со всех сил какая она пышная уже цветет давно так не уронить бы цветет давно и пока что не отцветает смотрю прям такая она бодренькая и тоже очень вкусно пахнет и профиль у нее красивый целогины конечно очень интересные орхидеи у кого есть место для них тоже очень рекомендую и запах ну и цветут довольно долго у мурены у моей два направления роста поэтому она у меня цветет два раза в год вот такая ты красотка к сожалению не могу передать запах и вот правда уже отцветает целогина уситана тоже красивая но не успела я ее снять кажется все целогины показала да и сколько у меня их специоза лавресяна так что говорить условия для целогин у меня хорошие два дендробиума еще пока что не цветут и мои фаленопсисы филиппиненсы зацветает наконец-то после перерыва интересно что вот цветонос он растет но желтеют бутончики и не зацветают она сбрасывает бутончики в такие самые холодные месяцы и теперь уже пошло тепло это пантерина очень мне нравится эта орхидея этот фаленопсис вот она мне еще ответвление выдала и теперь опять начинается летнее цветение всегда цветет вот сейчас только-только открывается этот бутончик очень благодарная орхидея просто восхитительная и она у меня круглый год в теплице и то что она это выдерживает и с корешками у нее там хорошо ну вот заметила что надо их поливать сейчас сниму видео и опять начну поливать вроде бы как бы только закончила стюартиана желтая вот это будто тасима кажется еще не распустилась ну и очень скромное цветение у сога в этом году ага ну и смотрите какой носик классненький какие жучки мания black тоже тоже классная классная так зацветает такая маленькая котлейка и мой дендробиум манелиформер смотрите как они подходят друг другу почти одинаковые цветочки размер размер растений тоже похоже но красная это котлея вот уже давно расцвевший цветок а беленькая манелиформа манелиформа будет свести много тут смотрю вот есть бутоны но не одновременно здесь вот интересно на одной псевдобульбе вот внизу соцветия из трех наверху и еще есть бутончики тоже очень очень вкусно пахнет так кого еще мы тут еще не показали посмотрите какой смешной бутон прям такой как не знаю змея такая вот какая-то чудесная но добрая добрая и один бутон уже цветет это мазава левичана очень красивая тоже одна из самых красивых бесподобное напыление и как бы не показать как синея альба да до сих пор цветет очень очень долго но я помню когда цвела у меня такая малиновая то она тоже около трех месяцев цвела это очень хорошо зацветает моя любимая энциклия гибрид цитрины на пресматокарпу и я ее пересаживала может когда-то покажу там я снимала кое-что момент пересадки я ее делила разделила на две части потому что она уже была слишком большая для горшка вот такой большой цветонос вот такая вот она у меня красивая тоже одна из моих любимец здесь есть еще один цветонос кстати насчет цветоноса мы пропустили вот такой вот красивый цветонос зацветет 1 тут еще 2 борба будет цвести ну кто знает тот знает а сейчас я не скажу вот здесь вот два бутончика пафиопедиума ловия еще цветет вандала милата рядом нити да и посмотрите как цветы подходят к друг другу такие же небольшие и такие же ароматные очень приятно пахнут так здесь еще моя лоелия харпофила тоже любовь любовь какая же она красивая ну и мои дендробиумы махлеанум еще тоже до сих пор цветет вот эти два бутончика она распустила совсем недавно и этот красавец какие же все таки тут крупные цветы так гибрид халкоглосума вечно прекрасный здесь у меня уже идет пересвет уже листья совсем бордовые и этот дендробиум недавно как-то я зашла в инстаграм и заметила что его цветение я показывала 24 недели назад я нашла эту фотографию в телефоне и она была сделана представляете когда как же долго он цветет я здесь нашла вот сегодня еще кстати бутон и вот бутон еще где то есть но этот я так понимаю следующая волна потому что вот эти все цветы которые еще остались уже некоторые отцвели это вот той первой волны и и рнт вот такая вот несуразная у меня два экземпляра и они после бурного цветения ушли на покой сейчас отдыхают но вот только одна бульба начала расти рост и вот он и вышел такой вот ну как-то вот интересно да все спит и только один рост начал расти хотел выделиться ну вот так вот он и выделился вот такой вот цветок и вон 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 барнесси тоже еще цветет красивая тоже довольно долго ну и наверное все что цветет жду еще другие цветения Виталина еще цветет Последними цветочками И на сегодня, наверное, все Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok